всем привет и добро пожаловать на канал привитаки dolls и сегодня у нас с вами кукольное чаепитие я себе чаёчек не заварила хотя купила огромную кучу мяты поэтому я сегодня со стаканом воды но вы налейте себе что-нибудь приятное вкусное и подходящее вашей погоде потому что сегодня у нас будет длинное длинное видео мы поговорим про персонажа от интегрити toys из линейки fashion royalty вероники перри линейка фэшн роялти появилась в 2001 году и началась она с двух персонажей адель македо и вероника перри про адель македо и все выпуски за все эти годы мы с вами поговорили уже в другом видео ссылку на него я оставлю внизу в описании а сегодня мы будем смотреть на всех всех кукол вероника перри которые выходили за эти годы куклы это выходит и по сей день и я уверена что их будет еще очень очень много если помните то у адель македо было три версии молда вот у вероники их два первый довольно кукольный он был похож на качество исполнения на молд адель македо 1.0 и затем появился второй молд уже более реалистичный больше похожий на живого человека сегодня большинство кукол выходит уже на втором молде но увидим что периодически первый к нам возвращался давайте начнем с самого персонажа дело в том что все персонажи от фэшн роялти изначально выходили со своей легендой и по легенде вероника это старшая дочь графа и графини перин из монако свою юность она провела в пансионате мадемуазель жалей которую всю свою жизнь считала наставницей после обучения вероника пошла проходить стажировку рабочую в разные косметические компании набралась там хорошего опыта после чего решила открыть свою собственную компанию по производству косметики называется этот бренд w косметикс лицом компании лицом своей косметики вероника выбрала свою подругу по пансионату киори сату но так вышло что киори оказалась не очень хорошим сотрудником она пропускала работу вела себя не очень правильно и в итоге веронике все это надоело и однажды к веронике в гости приехала отдохнуть адель это тоже ее подруга по колледжу в итоге вероника и адель пообщались и адель стала лицом косметической компании а киори уволили и в итоге сейчас бренд косметики w косметикс от вероники перин является очень успешным самые первые куклы были названы премьер коллекшн когда выходили адель и вероника это было в 2001-2002 года и вышло тогда пять кукол первые две куклы были похожи это была разноцветовая вариация одной той же вероники первый вариант это блондинка а второй вариант с такими красно-коричневыми волосами но назовем ее рыжие темно-рыжие пускай будут волосы аутфит у этих кукол одинаковый они в жемчужных серых корсетах из атласа и сверху надет такой халат пеньюар тоже из атласа с большим шлейфом на ножках у них довольно простенькие туфли сабо из украшений только были небольшие сережки в ушках под цветам отличается не только цвет волос но и макияжа если блондинка у нас в таких нюдовых оттенках то рыженькая девочка более яркая с яркой помадой это и есть молд вероника 1.0 скинтон у этих кукол fr white и очень долгое время скинтон у вероники будет только такой потому что в принципе было два скинтона изначально fr white и fr black на fr white выходила вероника на fr black выходила адель тиражи у этих кукол были по 1 тысячи штук и стоили не по 30 долларов тип тела у этих кукол fr 1.0 это тело похоже на тела кукол барби у них не двигаются руки то есть они двигаются в плечах но не сгибаются есть заведренные шарниры и шарнир в коленях и затем выходят еще три вероники конечно же каждый год сначала у нас будет много много разных вариаций вероники просто потому что было очень мало разных персонажей поэтому вероник выходит много и следующая вероника называлась flash light это вечерний вариант она тоже в таких жемчужных пастельных тонах это костюм из корсета и юбки со шлейфом на ручках у нее длинные перчатки волосы темно-коричневого цвета и собраны в высокую вечернюю прическу также у нее есть сумочка вечерняя clutch тоже из атласа браслет и сережки макияж у этой куклы тоже в нежных нюдовых оттенках но видно что он вечерний и принципе когда мы смотрим на кукол на молде вероника 1.0 все макияжи выглядят довольно яркими несмотря на то что они в сдержанных оттенках я не буду каждый раз повторять о том что это skin tone fair white mold вероника 1.0 и один и тот же тип тела просто когда будет появляться новая я буду об этом рассказывать чтоб не повторяться тираж у этой куклы был 500 штук на мир и стоила она уже 60 долларов следующая вероника уже очень яркая это блондинка с длинными волосами собранными хвост не очень яркий макияж в стиле 2000 с контуром подведенным на губах и яркими тенями точнее тени не то чтобы яркие но они очень обильно нанесены они в серых оттенках от цвета аутфита она в сером коктейльном платье из атласа и платье украшено вышивкой пайетками и бисером точно из такой же ткани сделан clutch на ручках у нее серые длинные перчатки и дополняет это платье меховая накидка и шляпка на голове на ножках у куклы бежевые колготки и серые босоножки тираж куклы был 1000 штук на мир и стоила она 65 долларов и пятая кукла 2001 2002 года называлась toast of paris это была эксклюзивная кукла с тиражом всего 100 штук на мир и стоила она 75 долларов красивая вечерняя кукла в пышном черном платье здесь много кружева с серой вышивкой видим очень многословную юбку платье дополнено черной меховой накидкой с серыми вкраплениями черным клатчем шляпкой с вуалью и серыми босоножками на ножках у нее также есть бежевые колготки макияж у куклы тоже хотя довольно спокойных сдержанных оттенках но при этом очень яркий очень в стиле двухтысячных волосы у нее коричневые и тоже собраны в высокую прическу наступает 2003 год и вероник выходит сразу 11 и начну я с кукол которые повторяют ту самую первую веронику просто в других цветовых вариациях первая кукла называлась morning frost цвет ее он фита светлый холодный голубой цвет волос темный блонд такого пшенично-блондинистого цвета оттенки макияжа живые но все же довольно сдержанные тираж ее 1000 штук на мир и цена была такая же 30 долларов также выходили еще две куклы разной вариации в разных цветах которые назывались even chill они уже в таких персиково-розовых оттенках именно аутфиты и одна была с светло-коричневыми пшеничного цвета волосами а вторая с черными тираж куклы с коричневыми волосами 900 штук на мир и стоила на 35 долларов а вот кукла с черными волосами была эксклюзивом с тиражом 100 штук на мир стоила она тоже 35 долларов и теперь посмотрим на новеньких вероник которые вышли в 2003 году первая называлась paradise мне нравится эта кукла хотя она довольно простая над красивым голубом боди на ножках у нее бежевые туфельки из аксессуаров есть сережки браслет и сумочка в голубых оттенках это шатенка ее челка зачесана на бок а волосы собраны высокий хвост и чуть подкручены глазки накрашены в голубых и зеленых оттенках а на губах розовая помада тираж этой куклы был 750 штук на мир и стоила она тоже 35 долларов куколка chic escape это отпускная кукла она очень интересном купальнике в горошек на ножках у нее черные босоножки с завязками и в комплекте с ней шли аксессуары это очень красивая соломенная шляпа с черным банком практичная удобная сумка которую удобно взять не на пляж и в дорогу на ручке у нее был золотистый браслет эта кукла блондинка ее волосы уложены в красивую прическу с кудрями макияж глаз довольно сдержанный а на губах красная помада эта кукла продавалась через диллеров ее тираж был тысячу штук на мир и стоила на 26 долларов еще одна кукла которая продавалась через диллеров называлась мало в абсолют и это кукла в фиолетово-черном аутфите это вечернее платье силуэту русалки со шлейфом внизу но все в черном кружеве с фиолетовой подкладкой на ручках у нее темно-фиолетовые практически черные перчатки из украшения есть сережки и очень объемное колье из фиолетово-черных камней волосы темный блонд собраны в высокую вечернюю прическу макияж тоже вечерний яркий глазки в сиреневых оттенках такого голубого с сиреневым темно-бордовая фиолетовая помада тираж ее был 750 штук на мир и стоила она уже 99 долларов то есть спустя 20 лет 99 долларов это стоимость базовой куклы fashion royals так что не могу сказать что цены на этих кукол сильно выросли с годами одна из моих любимейших первых вероник это вероника flame rouge я очень люблю бледных черноволосых кукол в красных аутфитах с красными губами мне очень нравится этот образ эта кукла была эксклюзивом ее тираж был 500 штук на мир и стоил он тоже 99 долларов кукла на мой взгляд очень красивая у нее вечернее красное платье с корсетом со шлейфом внизу под корсетом мы видим выглядывающее черное кружевное белье на ручках у нее черные высокие перчатки и сверху на перчатку надет объемный браслет очень красивая прическа это черные волосы завиты красивые кудри и очень красиво уложены и макияж у нее конечно яркий в красных оттенках а дальше выходят две куклы fashion play и это уже настоящий гипсет отличались одни цветом волосы одно будет чуть потемнее другой чуть быстрее и давайте посмотрим целиком на весь гипсет то есть сама кукла в нижнем белье с корсетом и с чулочками на подвязках также есть бежевый костюм из топа и юбки-карандаш и сверху надевалось розовое пальто в комплекте две сумочки две пары обуви и перчатки также украшения и очки тиража предметки было 800 штук на мир она продавалась через дилеров по цене 75 долларов а кукла с рыжими шатенистыми волосами была тиражом 250 штук и стоило 80 долларов следующая кукла тоже в вечернем платье это midnight in monaco это кукла в бежевом аутфите бежево-персикового цвета волосы у нее темный рыжий цвет и собрана невысокую прическу такой тоже вечерний в стиле двухтысячных макияж тоже довольно яркий и в комплекте у нее были серьги и колье тираж этой куклы был 500 штук на мир и стоила на 125 долларов следующая кукла называлась parisian indrick и эта кукла очень стильном черном платье с высоким разрезом длинным шлейфом открытой спиной и дополнена она черной меховой накидкой красивыми золотыми украшениями в виде лент который обвивают ее руки и шеи в ушках есть золотистые сережки это кукла блондинка и волосы ее собраны в высокую прическу макияж глаз выполнен в серо-голубых тонах и на губах бежевая помада и это супер эксклюзивная кукла дело в том что она была выпущена тиражом одна штука на мир продали ее за 4000 долларов еще восемь вероник вышло в 2004 году и здесь действительно есть на что посмотреть первая кукла называлась girl of the moment и лично мне кажется что эта кукла собралась на какой-нибудь горнолыжный курорт хотя тоже не по сезону одета но почему-то у меня такие ассоциации кукла с ярким макияжем глаз в красно-коричневых оттенках это шатенка волосы у нее распущены имеют небольшой завиток и собраны красной лентой аутфит у нее состоит из красной вязаной кофты шортиков черных очень коротких и под шортиками черные колготки на ножках у нее красные ботильоны кстати кофточку это куклы вязаная и как вы знаете у меня есть журнал в электронном формате по вязанию для кукол причем не только для интегрити то есть но и для барби в одном журнале собраны размеры для разных кукол для попи паркер fashion royalty new face барби и в этом журнале 10 моделей разных вариантов вязаной одежды и подробные инструкции о том как приобрести этот журнал я оставлю подробности в описании к этому видео отмечу что журнал есть на двух языках он доступен на русском и на английском также из аксессуаров у этой куклы есть красный браслет объемный пластиковый он мне очень нравится и черные короткие перчатки сумка это скорее не сумка косметичка в которую вы складываете украшение тираж этой куклы тысячи штук на мир и стоила на 72 доллара а вот следующая вероника собирается искупаться в бассейне потому что она очень красивом гламурном купальнике купальник бежевого цвета с корсетом с валанами с голубы с голубой лентой на таре у этой куклы очень длинные светлые волосы с волной из аксессуаров у нее есть солнечные очки в золотой отраве и с тонах эта кукла выходила уже довольно большим тиражом 1600 штук на мир стоила на 40 долларов и продавалась через дилера дальше шел очень красивый гифцет потрясающей круглой коробки я обожаю такие коробки и гифцет был довольно богатый по центру мы видим веронику полосы ее темные и собранные высокую прическу и повязаны атласные ленты бежевого цвета белье ее состоит из корсета в бежево-коричневых цветах и нижней юбки из тюля и нам предлагают два варианта одежды первое это розовый костюм со строгой юбкой и жакетом а второе это вариант коктейльный или на вечер из атласного платья с пышной юбкой и пальто также в комплекте куклы есть много различных аксессуаров в том числе и два чемоданчик один покрупнее и 2 поменьше такой же форма как и коробка тираж этой куклы был 500 штук на мир и стоила на 150 долларов следующая кукла настоящая снежная королева и называлась она дай вам даст это платиновая блондинка с прямыми волосами волосы собраны в хвост и на голове мы видим огромную меховую белую шапку аутфит ее состоит из топа узких брючек шлейфа расшитого бисером и меховой муфты все это белых цветах на ножках у нее белые туфельки также есть серебристые украшения это длинные сережки и браслет макияж глаз выполнен в серых оттенках и на губах нюдовая помада тиража 500 штук на мир и стоила на 125 долларов в следующей кукле я не узнаю веронику называлась она social call у нее очень необычная прическа в принципе я не могу больше припомнить куколы интегрити то есть которых стригли подобным образом судя по всему она идет на работу потому что она в костюме жакет в стиле шанель блузка бриджи и твитовая сумка в руках куда помещается очень много всего на ножках у нее черные туфли с белыми акцентами есть очки и украшения тираж этой куклы 1200 штук на мир продавалась она через дилеров за 90 долларов следующая кукла покоряет меня своей прической называлась она ширгодос и она тоже в вечернем платье силуэту русалка с глинным шлейфом с открытой спиной платье из шифона и такого темно-болотно-зеленого цвета и украшенный бисером у куклы есть украшения серьги браслет и пояс мне кажется ей очень идет эта прическа и мне очень нравится как это выглядит волосы кстати черного цвета макияж принципе классический для всех этих кукол вероники тех лет 1000 штук на мир и 100 долларов следующая кукла мне тоже очень нравится она называлась travel by nature вообще я заметила что мне нравится куклы которые связаны с путешествиями и здесь произошло важное изменение потому что поменялся тип тела тип тела теперь называется и она довольно сильно изменено то есть это стало настоящее шарнирное тело довольно уже близко к тому что мы знаем об интегрити то есть стали полностью подвижными руки в каждой руке есть четыре точки артикуляции появился грудной шарнир шарнир на талии изменился шарнир в бедрах и поменялись коленные шарниры ну и конечно выглядит в целом это тело совсем по-другому и на этом новом теле наша новая кукла она в очень элегантном коричневом платье прямого силуэта на ручках у нее в тон подобраны длинные перчатки голову с рыжими собранными волосами она покрыла платком точно такого же цвета из украшений есть колье и браслет есть также из аксессуаров солнцезащитные очки в золотую оправе и с черными стеклами и две сумки одна поменьше и одна большая с видимо совсем багажом которая нас с собой везет на ножках у куклы белые туфли лодочки макияж довольно яркий с ярко-красной помадой эта кукла стоила 50 долларов и была выпущена тиражом 1500 штук на мир следующая кукла мне тоже очень нравится она называется шанхайный блум на в красивейшем персиковом платье бюстье с вышивкой на нем вышло огромное количество мелких мелких цветов волосы белого цвета собраны в прическу и сверху эту прическу накрывает шанхайская шляпка в комплекте есть серьги и колье а еще очень красивый саквояжек в стиле луи витом и на ножках розовые туфли лодочки тираж этой куклы был 1000 штук на мир и стоила она 70 долларов еще 7 пирамик принес нам 2005 год и первая это роковая блондинка в белье она в черном корсете на ножках у нее чулки на подвязках и сверху надет шифоновый пеньюар в коралловом цвете с черной окантовкой и на ножках у нее бежево-розового цвета туфельки сабо красивые волосы цвета платиновый блонд завиты в крупной кудре и яркий макияж с ярко-красной помадой и яркими глазами 1000 штук на мир 80 долларов и да это все тоже новое тело FRA в общем-то дальше мы будем говорить про куклы именно на теле FRA следующая кукла называется Шминс Бизнес эта кукла строгая она в костюме костюм в коричневых оттенках и мне очень нравятся эти ботильоны под костюмом мы видим у нее голубую рубашку с коричневой окантовкой в рубочках она держит строгую сумку в белых цветах и с темно-коричневой окантовкой волос у нее насыщенно красного цвета и завиты в крупные кудри макияж темный и яркий эта кукла выпускалась стражом 1000 штук на мир за 100 долларов следующая кукла мне очень нравится сама по себе но мне кажется ее аутфит ей не очень подходил это брюнетка с длинными очень красивыми кудрями с красивой укладкой с ярким макияжем но при этом платье как будто бы не из ее гардероба это зеленое платье с тюлевой юбкой пышный на ножках у нее тоже зеленые с золотом босоножки золотистый плач в руках и золотые украшения это была кукла с мероприятия джейсона ву с небольшим тиражом 150 штук на мир и стоила она 100 долларов следующая кукла выходила тиражом 850 штук на мир и ее стоимость была 170 долларов то есть столько стоит кукла fashion royalty сейчас это кукла в азиатской стилистике она в платье стилизованном под кимоно темно-зеленого цвета с красным кантом на ручках у нее красные перчатки длинные также есть красная сумочка и красные туфли у нее интересная прическа потому что собраны волосы в высокий хвост волосы кстати говоря такого побледневшей рыжего цвета и в этот хвост воткнутые палочки макияж несмотря на то что довольно яркий все-таки не выглядит каким-то супер ярким вечерним он довольно сдержанный хотя и ярких цветов следующая кукла интересная это тоже принятка у нее собраны волосы высокий хвост они тоже закручены в кудре и у нее очень интересное платье она вечерняя силуэт русалка со шлейфом платье черного цвета и на нем вышиты красные цветы кроме цветов мы видим еще бабочек бабочки желтого и красного цвета украшения у этой куклы были тоже красных цветах с золотом макияж глаз яркий но довольно сдержанный а на губах красная помада эта кукла была выпущена тиражом 1000 штук на мир и стоила на 130 долларов мне нравится следующая кукла называлась она exotic fire это довольно простая на самом деле кукла она купальники оранжевого цвета в золотистом босоножках у нее такая пляжная сумка вышитая кукла розового цвета есть солнечные очки мне очень нравится ее макияж и ее прическа яркая это летняя кукла я на самом деле не очень люблю кукол в вечерних вариантов мне нравятся именно какие-то или пляжные или путешествия или ну на следующем этапе это деловые куклы и вот уже самое неинтересное для меня это вечерний а пляжный куклу я очень люблю цвет волос у нее кстати темно-пшеничный светло-коричневый 1400 штук на мир был ее тираж и стоила на 50 долларов продавалась через дилеров кукла галитерация для меня квинтэссенция начала двухтысячных потому что эта кукла в вечернем платье и она наверное или тиффани вообще-то завтраку тиффани я имею ввиду одри хэбберн потому что платье само напоминает все-таки те платья в которых была одри хэбберн в этом фильме это платье с завышенной талией с квадратным вырезом вверх черный низ очень узкая юбка розового цвета и сверху такой накидка с валанами черного цвета есть черные перчатки черные туфли розовый клатч и украшения тоже черного цвета сейчас мне уже конечно немножко смешно смотреть на прически которые были модными в те времена вот этот сверху начес заклеенная просто лаком прическа но тогда так было модно да и очень ярко накрашенные глаза в сиреневых оттенках и розовая помада 1000 штук на мир 120 долларов и это была кукла с мероприятия от джейсона и вот начался 2006 год и здесь тоже было немало вероник и первая называлась майами кукла стражом 850 штук на мир стоила на 55 долларов это платье новая блондинка с длинными волосами закрученными кубри она в купальнике очень красивые туфельки на платформе с завязками и эта кукла явно отпускная у нее на шее коралловые бусы очень яркий макияж в зеленых тонах это очень необычно для вероники обычно ее макияж не отличался до этого момента каким-то особым разнообразным ну и конечно какой отпуск без солнечных очков они у нее в комплекте тоже были мне нравится эта кукла она очень необычная и в 2006 году куклы начали выходить на новом типе тела назывался он эфертол тип тела похож на предыдущий но куклы стали выше то есть у них удлинились ноги удлинились руки и немножечко изменились шарниры и также убирали шарнир на руке в верхней части руки то есть следующие куклы на которых мы будем с вами смотреть они уже на типе тела эфертол и следующая кукла это ньюверсаль мы с вами видели уже из этой коллекции адель и помним что это паричковые куклы здесь все то же самое вероника паричковая и ее волосы ярко красного цвета длинные прямые она в белой футболке сверху надет корсет в черно-белых тонах на ножках у нее чулочки которые пристегнуты на подвеске и сапоги до колен из черной кожи тираж этой куклы 1600 штук на мир стоила на 70 долларов следующая кукла называется lights camera royal тысячи штук на мир на тот момент 130 долларов волосы этой куклы черного цвета они собраны в прическу ракушка а в вечернем платье с огромным шлейфом платье фиолетового цвета и украшена черным кружевом в сиреневых оттенках ее макияж и на шее очень объемное фиолетово-черное колье кукла stylish escape это деловая кукла тоже бренетка волосы собраны высокий хвост волосы прямые но в классическом костюме коричневого цвета с юбкой карандаш рукава на жакете три четверти поэтому ручки нас закрывают коричневые перчатки длинные есть темные солнцезащитные очки есть строго деловая сумка и довольно закрытые темные туфли макияж сдержанный но помадок темных тонах 800 штук на мир и 120 долларов еще вышло две куклы которые назывались high roller они отличались по цветам это были куклы из конференции и первую вы получали за то что купили билет на эту конференцию кукла была в шифоновом персикового цвета вечернем платье с высоким разрезом дополнено платье белой меховой накидкой это кукла блондинка с длинными кудрявыми волосами макияж глаз в голубых оттенках и на губах сверла коралловая помада а вот вторая версия уже продавалась отдельно и стоила 150 долларов эта версия была уже в голубом платье а волосы у нее рыжие хотя макияж у них одинаковый в 2007 вероник выходит всего лишь три но зато такие первая называется natural perfection это куклы в белье оттенки розовый и черный это нижнее белье и халат на ножках у нее туфли с ярко-розовыми завязками цвет волос красно-коричневые волосы прямые длинные макияж в темно-розовых оттенках кукла эта продавалась через дилеров тираж был ее 1000 штук на мир и стоила на 70 долларов мне очень нравится эта кукла мне кажется был очень удачный выпуск следующая кукла тоже яркая называлась она фотореализм хотя не моя любимица тираж ее 1000 штук на мир и стоила на 140 долларов это кукла в красном коктейльном платье с широкой юбкой пышный на ножках у нее красные туфли с завязками это блондинка челка ее зачесана на бок волосы собраны в высокую прическу и прическа украшена красными цветами ну и конечно есть украшение помада у этой куклы темно-красного цвета макияж глаз довольно обычный следующая кукла мне нравится она называлась master mint и это что-то из каких-то сказок мне кажется что это какой-то сказочный персонаж не знаю даже с кем у меня она ассоциируется с какой-нибудь злодейкой тираж 450 штук на мир стоила она тогда 140 долларов кукла в красивом клетчатом прямом платье с белым воротничком сверху наден черный шакетик руках есть небольшие черные перчатки аксессуары у куклы красные это деловая сумка и туфли очень злодейский макияж с яркими бровями яркими рубами и очень интересную прическу собраны волосы волосы черного цвета 2008 год стал каким-то черно-белым для вероники и первая кукла потрясающе красивая и эта кукла была сделана к юбилею японского журнала о куклах dolly bird и купить ее можно было только споул через вот этот журнал то есть это была кукла для японского рынка все-таки стоила она 325 долларов и тираж ее был 450 штук на мир так что в итоге это скорее всего одна из самых редких вероник кукла с новым скинтоном скинтон назывался порселэйн то есть это очень очень светлый скинтон очень красивая с огромным количеством деталей здесь можно рассказывать бесконечно наверное это просто нужно посмотреть эту прическу на макияж и на детали на этот очень красивый воротник на платье невероятно красивая кукла а вообще 2008 год действительно стал черно-белым потому что еще три куклы которые вышли они были в черных аутфитах первая кукла называлась оникс здесь тоже новый скинтон он назывался джапан тоже светленький скинтон она с темным ярким макияжем каким-то даже готическим волос серебряного цвета волосы собраны в хвост сверху перетянутая черным ободком кукла это в черном лаковом корсете на ножках у нее черные лаковые ботильоны и есть черные упрошения это была конвенционная кукла с тиражом 300 штук на мир и стоила на 150 долларов следующая кукла была дилерской с тиражом 760 штук на мир стоило 82 доллара назывался на боди дабл кукла с очень красивой прической это что-то в стиле двадцатых годов красиво уложенная прическа красивый наряд прозрачная шифоновая блузка шортики на ножках у нее черные ботильоны и большое количество крупных украшений очень темный макияж очень темные смоки и бордовая помада все тоже в стиле двадцатых годов эта кукла уже с более темным скинтоном скинтон называется latina а вот на привычном нам скинтоне fair white выходит кукла которая называется blonde ambition это тоже дилерская кукла с тиражом 620 штук на мир и стоимостью 82 доллара она тоже в стиле двадцатых годов у неё в общем-то такой же наряд и украшения и даже макияж в общем-то такой же здесь отличие по прическе это блондинка и у нее тоже красиво уложенная прическа но есть длинный хвост а дальше вероника исчезает 2008 года мы ее не видели аж по 11 и возвращается вероника только в 2011 году дело в том что в 2011 году вышел новый молд вероника 20 изначально вышла кукла которая называлась форевер вероника перри эта кукла стала прощанием с первого кукла с волосами цвета блонд они собраны в высокую ракушку макияж глаз фиолетовых оттенках губы кораллового цвета украшение у куклы из черного металла с фиолетовыми камнями платье вероника на прощальную вечеринку одела вечерние это платье сила это русалка с фиолетовым подкладом и черным кружевом и здесь молд вероника 10 а тело снова новое это тело fr квадрат тело fr квадрат максимально близко к тому что мы с вами видим сейчас в общем то сейчас вносятся изменения но небольшие это была лотерейная кукла и она выходила стреложом 700 штук на мир сделала 175 долларов и начинается эпоха кукол вероника с молдом вероника 20 это более реалистичное лицо более приближено к человеческому и дальше начинается много интересного потому что молд меняют тело меняют что-то старое что-то новое следующая кукла которая уходит называется моден камбэк эту куклу же с новым лицом но еще со старым телом fr tall skin tone у нее fr white это лотерейная кукла с тиражом 500 штук на мир лицо ее конечно сильно отличается от предыдущего молда у этой куклы ярко-синие глаза и подчеркнуты они розовыми тенями на губах розовая помада эта кукла брюнетка волосы ее закручены в крупные кудри и брови у нее черные аутфит у куклы полностью черный это корсет из черного кружева чулки на подвязках и туфельки мне очень нравится эта кукла я бы очень хотел ее в свою коллекцию тираж у нее был 500 штук на мир она продавалась через лотерею по цене 90 долларов следующая кукла называется breaking the mold это кукла с молдом вероника 2.0 и телом fr tall продавалась она через дилеров тираж 600 штук на мир стоило 110 долларов skin tone fr white волосы пшеничного цвета прямые собраны в низкий хвост макияж глаз в фиолетовых оттенках и на губах коралловая помада в ушках у куклы маленькие золотые сережки аутфит состоит из сиреневого топа с вышивкой на ножках у нее туфельки с ремешками а сверху надевался плащ бежевого песочного цвета из украшений также был золотистый браслет была еще одна бельевая кукла modern comeback она уже была более цветная это кукла блондинка тоже с крупными кудрями макияж глаз выполнен в золотистый серебристых оттенках с коричневым то есть это что-то вроде смоки и персиковая помада на губах здесь корсет был тоже из черного кружева но подкладка была розовой на ножках черные чулки на подвязках и черные губы как мы видим это тоже новый молд вероника 2.0 тело все еще фр-тоу скинтон фр-вайт это тоже была лотерейная кукла с тиражом 500 штук на мир стоила на 90 долларов еще одна черно-белая кукла 2011 года называлась air apparent это вероника на молде 2.0 с телом эфер-тоу скинтон эфер-вайт это блондинка волосы ее собраны в высокую прическу яркий макияж красно-коричневые тени и красная помада одета кукла в вечернее платье белый верх черный низ и талия перехвачены красным в цвет помады ремешком на ножках у куклы черные туфли из украшения у вероники были сережки и браслет эта кукла была конвенционной и входила в стоимость конвенционного билета тираж ее 450 штук если помните выпуск про адель то там в 2011 году выходил gift set где была адель и вероника у вероники коричневые волосы с завитком с высоким начесом в этом наборе было несколько вариантов одежды обуви аксессуаров я вам покажу здесь подробно фотографии чтобы можно было все рассмотреть это был молд вероника 2.0 тип тела эфер-тол аскентон эфер-вайт гифт-сет выходил в конвенцию и стоил он 175 долларов очень красивый и интересный гифт-сет наступил 2012 год и новые вероники первая называлась was sweet smell of success это вероника на молде 2.0 с телом эфер-тол и скинтоном эфер-вайт продавалась она через дилеров тираж ее 500 штук на век стоила она тогда 110 долларов вечерняя вариация куклы в пышном платье вверху платья черные и черная кружба переходит ярко-розовый подъемник туфельки на ножках черного цвета темно-коричневый волос собраны в вечернюю низкую прическу а украшение из черненного серебра с розами очень нежный макияж с красивыми стрелами и розово-коралловой помадой наверное вы уже знаете что в конвенцию выходили куклы ньют без аутфита аутфит можно купить отдельно то есть вы выбираете отдельную куклу отдельно аутфит и вот на конвенцию выходила такая вероника с рыжими длинными волнистыми волосами это скульпт вероника 2.0 тело эфер-тол и скинтон эфер-вайт продавалась она через конвенцию поэтому тираж всего 300 штук на мир а стоила 65 долларов кукла очень красивая с красивым нежным макияжем серые тени и розовая помада и третья вероника 2012 года хайса ушейте все тоже самое вероника 2.0 эфер-тол и скинтон эфер-вайт это тоже конвенционная кукла поэтому тираж ее 400 штук на мир а стоимость 100 долларов кукла с нежным розово-коралловым макияжем со стрелками волосы цвета блонд прямые и распущенные аутфит состоит из топа розово-бирюзового цвета плессированная юбка бирюзового цвета в ручках у нее довольно объемная бирюзовая сумка туфлики бежевого цвета и сверху надевался еще плащ тоже бежевого цвета закреплялся он красивым декоративным поясом с бирюзовыми бусинами и розами также из украшений были серьги с розами и браслет в 2013 году выходят две вероники первая называется бриклесс и это кукла на новом теле эфер 2013 на самом деле тела 2013 и эфер-квадрат не сильно отличаются просто изменили коленные суставы еще чуть больше это тело изменится в четырнадцатом году на следующий год когда его можно будет разбирать скинтон у этой куклы эфер white это брюнетка волосы ее собраны в высокую прическу кукла в белом строгом костюме из атласа юбка карандаш и сверху жакет с длинным рукавом лицо ее прикрыто вуальем на ножках очень красивые белые туфли интересный макияж у куклы у нее серые смоги и ярко-розовая помада и кукла эта была конвенционный тираж ее 450 штук на мир еще одна конвенционная вероника того года The Osby Witchy тоже на новом теле 2013 скинтон эфер white это блондинка волосы ниже плеч с большими кудрями и она в черном вечернем платье с корсетом корсет бежевый корсет бежевой подкладкой и черным кружевом и очень пышная шифоновая юбка макияж достаточно темный вечерний коричневых оттенков макияж глаз и темно-красная помада на ножках у куклы были черные туфли лодочки украшение серебряные это серьги браслет и кольцо в 2014 году мы веронику видели дважды и следующая кукла одна из моих любимейших это шатенка волосы ниже плеч с крупной волной кукла это была конвенционная с тиражом 500 штук на мир кукла была с нюдовым макияжем довольно крупными украшениями и мне очень нравится это черное платье шифоновое с высоким разрезом и очень красивым принтом на ткань туфельки довольно обычные черные лодочки а через дилеров продавалась кукла с тиражом 700 штук на мир по цене 135 долларов это была необычная вероника она не очень похожа на себя mold 2.0 тип тела fr 2013 скинтон очень светлый называется japan это кукла брюнетка с короткой стрижкой выглядит она очень строго макияж глаз коричневый красная помада в цвет платья платье ярко красное платье на талии черный пояс туфельки красные с черной подошвы и достаточно много аксессуаров серьги браслет и кольцо в 2015 году выходит еще три вероники и мы снова вернулись к молду 1.0 вероника 1.0 на кукле которая называлась баксом эта кукла на типе тела эфертол то есть не только молд старый но и тип тела тоже старая скинтон у нее эйтон кукла была лотерейный 500 штук на мир и стоила 99 долларов после нового молда уже сложно воспринимать снова первый молд но это все еще вероника не довольно спокойный макияж глаз в сиренево-розовых оттенках розовая помада на губах кукла это брюнетка волосы длинные с небольшим завитком и это бюджетная кукла базовая кукла в розовом корсите с черным кружевом на ножках у нее черные чулки на подвязках и черные туфельки и еще две вероники выходили уже на новом молде вероника 2.0 и новое тело эферт 2013 кукла royal treatment вышла со скинтоном который называется cream тираж этой куклы был ограничен количеством приказов и стоила она 225 долларов цена обусловлена тем что это настоящий гифт сет кукла с серым макияжем глаз и ярко-красными губами волосы цвета блонд собраны в низкий хвост волосы прямые у нее несколько вариантов аутфита во первых это нижнее белье в виде черного корсета второй вариант это строгое платье футбляр бледно-желтого цвета сверху которого надевалась серое пальто и третий вариант это вечернее платье белое в серый горох с черной окантовкой из аксессуаров у куклы была черная строгая сумка вариант кистей с черными перчатками черные туфли с ремешками браслет и сережки мне очень нравится конденционная кукла этого года она стоила 150 долларов ее тираж был 450 штук на мир это вероника 2.0 тело fr 2013 из kinton japan это кукла с белыми волосами и вообще она мне напоминает мерлин монро яркие черные стрелки и яркие красные губы кукла в довольно лаконичном белом платье в пол и небольшое количество аксессуаров это белые кожаные туфли браслет сережки и кольцо с бриллиантами но мне очень нравится укладку этой куклы в шестнадцатом году выходит еще три вероники первая называется fresh and delightful скинтон венгерский продавалась она через лотерею тираж ее был 700 штук на мир а стоила она 89 долларов это загорелая вероника выглядит она довольно взрослый волосы собраны в низкий хвост волосы прямые темно-коричневого цвета макияж довольно спокойный и сдержанный в розовых оттенках кукла это в коротком платье с ярким принтом на ножках у нее черные туфли с ремешками из аксессуаров есть черная строгая сумка а украшение из розового золота это серьги кольца ожерелье и браслет следующая кукла с волосами ярко-рыжего цвета стоила такая кукла 130 долларов и тираж ее был 475 штук на мир скинтон fr white мне нравится прическа этой куклы и ее очень нежный жемчужный макияж коктейльное платье бюстье серого-жемчужного оттенка с черным пояском дополнено это украшениями с эмалью бирюзового и желтого цвета туфельки темно-серебристого цвета также у куклы было очень красивое нижнее белье это корсет в черно-серых оттенках и серые чулочки конвенция 2016 года была посвящена супер моделям конвенционная вероника вышла с тиражом 500 штук на мир мне интересная прическа с начесом волосы до плеч и закручены в довольно крупные кудряшки волосы разных оттенков есть темно-коричневые есть практически блонд она в красивом голубом платье с вышивкой и сверху надета что-то вроде жракета с очень пышным подолом тоже с вышивкой также в комплекте с ней было желтое платье из лаковой кожи как раз таки отсылка к супер моделям сухли у куклы были очень богато украшены они были золотого цвета с ремешками и различными камнями а украшение голубого цвета только одна вероника выходит в семнадцатом году и та на конвенцию тираж ее был 600 штук на мир и стоило на 150 долларов и это морской дьявол конвенция 2017 года была посвящена сказкам эта кукла с очень ярким макияжем черными стрелками ярко-красной помадой волосы у нее белого цвета и собраны в сложенную прическу красивое зеленое платье с пайетками сверху шифоновая зеленая накидка а на талии очень широкий пояс из кожи питона все украшения у куклы в черных цветах вообще была очень интересная конвенция наверное одна из моих любимых именно та, что была посвящена сказкам и эта кукла уже вышла на новом теле тип тела здесь FR60 это тот тип тела, который мы знаем сейчас в принципе от предыдущего он тоже практически ничем не отличается исчез шарнир в талии и скинтон у этой куклы порслейн две очень яркие ванессы вышли в 2018 году первая со скинтоном джепан это брюнетка с очень интересной прической с челкой черные волосы с крупными локонами и это была коллекция будуар то есть куклы были в нижнем белье и здесь вероника в красном она в красном корсете красные трусики красные чулки с повязками красные туфли красные перчатки из аксессуаров был клатч колье, серьги и браслет макияж конечно же очень яркий черные стрелки, красные губы кукла эта была лотерейной тираж ее был 515 штук на мир и стоила она 125 долларов еще одна из моих любимых вероник называлась The Love of Luxe это рыжеволосая кукла волосы прямые, длинные, собраны высокий хвост у куклы очень яркий макияж здесь есть голубой, зеленый, розовый цвета очень яркие тени а на губах нюдовая помада красивое шифоновое платье в розовых оттенках с глубоким декольте и с рукавами фонарик юбка короткая на ножках черные туфли с завязками скинтоновой этой куклы Japan тираж этой куклы 600 штук на мир и она была конвенционная это была подарочная кукла за регистрацию на конвенции из украшения у нее был золотой браслет и золотые сережки в виде цветочка в 2020 году мы праздновали годовщину жизни Вероники выхода Вероники поэтому выходило много кукол на первом молде одна из них называлась The Originals это кукла на первом молде с телом FR 6.0 скинтон FR White кукла разыгрывалась через лотерею стоила 175 долларов в тираж ее 450 штук на мир это кукла с волосами цвета блонд собранными в низкую прическу вечернюю и она в кружевном вечернем платье на бежевом подкладе и с белым кружевом силуэтом платья русалка очень яркий макияж темные смоки и ярко-красные губы также платье дополнялось накидкой с большим бантом и маской на лицо маска была сделана из кружева в ушках были небольшие сережки с бриянтиками а на ножках красивые белые туфельки еще одна Вероника с молдом 1.0 называлась Little Day Ensemble Skin Tone Japan и это кукла в стиле Шанель очень красивые светлые волосы с легкой волной собраны в высокий хвост красивый нюдовый макияж в розово-коричневых оттенках мне нравится выражение лица у этой куклы у нее немножко такой прищуренный хитрый взгляд и образ полностью от Шанель потому что это твидовый шанельевский костюм из жакета и юбки и под ними шифоновая бежевая грузка с большим банком на ножках красивые туфельки розового цвета с белой окантовкой в ручках она держит бежевую сумку на цепочке также у этой куклы в комплекте были кисти рук с розовыми металлизированными перчатками солнечные очки со светлыми стеклами и белой оправе золотистые серьги и кольцо эта кукла продавалась через дилеров ее тираж был 1100 штук на мир а стоила она 160 долларов еще одна очень красивая кукла называлась Вельвет Руш кукла на вельветовом теле со скинтоном джапан волосы темно-красного оттенка коричневый макияж глаз и красная помада кукла была с очень маленьким тиражом 300 штук на мир и разыгрывалась через лотерею стоило 225 долларов в потрясающем красном платье пышном с огромной юбкой и это была кукла посвященная парфюму Джейсона Ву и у нее в комплекте шел маленький парфюм от него на ножках очень красивые черные босоножки с бантами и Веронику на молде 1.0 в формате нюд продавали на конвенции 60 долларов она стоила но тираж был 400 штук на мир то есть продавалась она в принципе только на конвенции это была кукла с красными волосами и очень ярким макияжем макияж в стиле 2000 серые смоки и милдовая помада скинтон у этой куклы был FR White и также в 2020 году выпускали перед конвенцией посвященной конвенции еще одну Веронику но уже на молде 2.0 стоила она 160 долларов и тираж ее получился 964 штуки скинтон у этой куклы FR White волосы цвета блонд собраны в ракушку и эта кукла продавалась по скетчу то есть вы не видели саму куклу вы видели сначала только скетч и по нему предзаказывали кукла очень красивая мне она очень нравится она есть в моей коллекции и внизу вы найдете ссылку на обзор этой куклы я покупала тогда обеих из этой коллекции и Адель и Веронику не могу сказать даже какая из них мне больше нравится но обе очень хороши спасибо что посмотрели это видео надеюсь вам было интересно познакомиться с Вероникой поближе и в следующем выпуске мы поговорим про следующего персонажа который появился в линейке фэшн роялти это Киори Сато та самая которая так подставила Веронику с ее косметическим брендом расскажите в комментариях какие куклы Вероника есть у вас в коллекции каких вы бы хотели какие вам понравились а какие нет и чего ждете в дальнейшем какие еще выпуски Вероники Перин вам бы хотелось увидеть и не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал совсем скоро мы увидимся снова до конца